Итак, вы на моём канале Валентина Синема 2 и просматривайте плейлист «Сайт с нуля». И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выбрать тему для сайта. Именно от правильного выбора, именно от названия вашего сайта, вы получите тот результат, к которому вы придёте. Причём вы должны получать позитивные эмоции и кайфовать от этого процесса. Ведь вы должны сами получать от этого энергетический заряд бодрости и делиться этим со своими читателями и подписчиками. По факту это ниша, которую вы будете наполнять определённым контентом на определённую тему на сайте и впоследствии на YouTube-канале. Завязав эти два инструмента воедино, вам ещё придётся научиться продвигать их на бесплатной, конечно же, основе в соцсетях и в мессенджерах, таких как Viber, Telegram, а также TikTok, Pictures, в Инстаграме, например, ну и так далее. Как вы понимаете, это всё взаимосвязано. И по секрету вам скажу, что одно без другого, ну просто не работает. Я вас, конечно же, не пугаю, а предупреждаю. Ну не переживайте, это только на первый взгляд кажется сложно и невыполнимо. Всё довольно легко, особенно если найти толковую бесплатную шпаргалку. И в первую очередь вам нужно определиться, какая у вас будет тематика. Глобальная, типа сад и огород, или узкого профиля, например, огурцы и помидоры. Понятно, что в глобальной теме вы можете писать всё, что связано и с садом, и с огородом. То есть овощи, ягоды, цветы, деревья, кустарники, декоративные, полдомостные. А вот уже в теме узкого профиля вы будете писать только про огурцы и помидоры. Поэтому тут надо немножко подумать, какой контингент вы к себе будете притягивать. И какое количество. Кому будет интересно узнать полностью обо всём, или кто-то будет смотреть вот именно этот узкий коридор. Если вы, например, зарабатываете в интернете, то тут нужно подойти более серьёзно. Заработки ведь тоже бывают на разных платформах. И тут уже есть свои ниши. Заработки без вложений – это на копирайтах, кранах, переводах, ну и так далее. И заработки на инвестициях. Инвестиции в долгосрок в стартапы или в криптовалюты с учётом майнинга, форжинга или парамайнинга. А также заработки на биржах и форексах. Темы должны быть интересными, актуальными даже через 50 лет. Подведём итоги. Первое. Вам нужна ваша любовь к теме, чтобы заразить зрителей. Второе. Статистика. Вот без неё никуда. Это очень важный момент. Вы должны отцифровывать и фильтровать в ваших читателей и подписчиков. Вы должны отслеживать своих конкурентов. Да-да-да, это тоже очень важно. Итак, вы выбрали нишу, и её нужно протестировать. Для этого под роликом нажмите на кнопку «Ещё» и скопируйте для себя вот эти 4 ссылочки, по которым мы сейчас с вами и пройдёмся. Это сервис подбора ключевых слов в Яндексе, сервис анализа конкурентов с крупными сайтами, сервис анализа конкурентов с мелкими сайтами, и в Google сервис для анализа трендов. Итак, давайте перейдём по первой ссылке и вставим здесь «Сад и огород». Подобрать. Мы видим историю за месяц, видим тренд. В мае пик, в ноябре спад, в мае опять пик, потому что это сезонный сайт. Ну, например, если вы занимаетесь продажей велосипедов, то у вас будет тоже так же сезонные продажи. Поставим точку «По словам». По словам мы видим, что запросов на сад и огород 152 тысячи. Но тут нужно понимать, что сегодня 14 февраля, а не 1 мая. Правильно? Также мы видим запросы, похожие на сад и огород. И, например, вот здесь 259 тысяч – это огородник. А давайте поставим здесь «Инвестиции». То мы видим, что в месяц запросов только на Яндексе 2 123 414 запросов. «Все регионы» или «По своему региону». Нажать вот здесь на кнопочку. Ну и посмотреть историю запросов. То есть мы увидим по шкале, мы видим, что тренд, в принципе, только восходящий. Люди интересуются заработком на инвестициях. И это очень хорошая перспектива. Но вместе с этим и большая конкуренция. Теперь давайте в поисковике Гугла впишем «Салон красоты», например, «Москва Центр». И видим, реклама просто бешеная. Прямо в первой строке есть реклама на эту нишу. А сбоку карта с расположением салонов. И чуть ниже, на этой же первой странице, тоже есть рекламные предложения. Это показатель того, что в этой нише есть немалые деньги. И рекламодатели готовы платить нам за размещение своей рекламы на наших сайтах конкретно за каждый клик. Вы, как лицо, позволяющее размещать такую рекламу на своем сайте, будете зарабатывать за каждый этот клик, если ваши подписчики будут нажимать на эти рекламные объявления в вашем сайте. А они будут нажимать. Поверьте, ну кто в наше время не хочет выглядеть в 50 лет, как в 30? Но об этом более подробно будем обсуждать в ролике о монетизации канала и сайта. А сейчас мы с вами должны понять, что эти рекламодатели готовы нам заплатить. И за размещение их рекламы на наших сайтах, и за публикацию их статей, и за разного рода коллаборации. И это наглядная демонстрация этого процесса. Прокрутите теперь в вашей голове мысль. Для чего вам ваш сайт? Для заработка на рекламе или для привлечения клиентской базы в ваш бизнес? Казалось бы, что тут сложного выбрать тему сайта? А я вам тут и про конкурентов, и про запросы в поисковых системах. Это все к тому, чтобы вы поняли вот что. Название вашего сайта, первое, должно быть на первых страницах в поисковике. Второе, посещаемость вашей ниши должна быть очень высокой. Третье, ваш сайт должен быть наполнен ссылками на сайты, которые платят вам за рекламу. Вы должны быть уверены в том, что вы и привлечете клиента в свой бизнес, и получите пассивный доход за клики на ссылки. Итак, вы все проанализировали, отцифровали, и уже определились с названием вашего сайта. Теперь вам нужно зайти вот на этот сайт и просмотреть количество трафика у самых крупных конкурентов. Трафик – это количество людей, которые заходят на ваш сайт. Переходим вот по этой ссылочке на сервис SimilarWeb. Вбиваем адрес вашего конкурента, которого вы нашли через поисковик. Ну, я вот нашла сайт. Сейчас я скопировала только домен с сайта Prism Network и вставила чистый только домен, без палочек, без хттпс, в поисковую строку платформы SimilarWeb. Что мы тут видим? Общий рейтинг 6 340 198 посетителей. Прекрасно. Я зарегистрировалась тут как из России, поэтому по России рейтинг посещений 403 863. Рейтинг по запросу в поисковых системах инвестиций 28 680. Далее опускаемся ниже. И на карте мы уже видим посещаемость некоторых стран в процентном соотношении. То есть в России почти 69% посещаемость, в Франции чуть больше 20%, в Украине около 6% и в Индонезии и Греции почти по 2%. Опускаемся еще ниже и видим, что общий трафик 8 500 в сутки. Нажмем здесь полный обзор. После того, как мы нажали на полный обзор, то мы видим, что цифры немножко поменялись. В сутки 5936 и за месяц полтора миллиона. А теперь опускаемся еще ниже и смотрим график. С 11 февраля по 12 февраля мы видим все равно больше 5000. Хороший результат. А еще чуть ниже мы видим, откуда идет трафик. Из поисковых систем Яндекс и Гугл почти 8%. Также есть трафик из соцсетей. Ну и больше всего трафик идет напрямую по переходу по ссылке на этот сайт. Уж очень полезные и востребуемые мы на этом сайте вшиты инструменты. Для криптомонеты призм, которая только набирать начала обороты, да еще и не на офсайте призмнетворк, это не официальный сайт. Я считаю, что это очень хороший показатель для криптомонеты призм. А лично для меня этот сайт довольно ощутимый конкурент в нише инвестиций в криптоактивы. Как вы для себя можете применить эти полученные знания? Если вы видите, что у ваших конкурентов полтора миллиона посетителей, а в какой-то нише будет конкурентов и под 10, и под 50 миллионов, тут нужно не отчаиваться, а попробовать откусить кусочек от их пирога. Это не значит, что через месяц у вас будет такое же количество посещений. Но вы должны знать, что в этой нише привлечь такое количество очень даже возможно. Народ интересуется такой темой, а значит, чтобы сделать для себя какой-то вывод, он будет искать информацию на нескольких сайтах. Главное, чтобы ваш был тоже в топе. Если по вашей тематике нет крупных сайтов, ну, нет большой посещаемости, выше 5000 человек в сутки, в нише с узким коридором, например, как огурцы и помидоры, да, тогда SimilarWeb вам просто не выдаст никакой информации. В этом случае переходим для анализа вот по этой ссылке на другой сервис. Да, и не забудьте нажать на пальчик вверх. Приятно же видеть, когда твоя информация приносит пользу, правда? Итак, нажимаем на эту ссылку и переходим на сервис PRC. На этом сервисе показывается даже очень низкая посещаемость сайта. Чтобы полноценно пользоваться этой информацией, тут тоже нужно зарегистрироваться. Именно здесь вы будете отслеживать с начала старта ваш личный сайт, чтобы знать, на какой ступени развития он находится. Нажимая на все эти кнопки, вы узнаете и посещаемость вашего сайта, и как правильно вы оформили текст, узнаете ключевые слова ваших конкурентов и сможете их применить и себе. Зная посещаемость ваших конкурентов, вы будете знать потолок трафика в вашей выбранной нише. Кроме трафика, здесь очень много другой нужной полезной информации в новостном отделе. Поэтому этот сервис поможет вам вырваться в топ. А теперь нажимаем на кнопку «Еще» под роликом и кликаем на последнюю ссылку под этим роликом. И переходим на следующий инструмент – это Google Trend. То есть тут мы будем узнавать уровень популярности на данный момент или за определенный промежуток времени. Давайте впишем вот сюда слово «Инвестиции». А теперь нажимаем на треугольник и выбираем подраздел в этой нише. Давайте выберем «Инвестиции» поисковый запрос, чтобы получить видение о популярности этой темы. Отфильтруем, выберем «Весь мир» и за последние 5 лет и еще и в YouTube. И увидим, что тренд восходящий. Все начинают просыпаться и понимать, что это самая выгодная на сегодня ниша. Именно тут много денег. Тут можно сохранить свои инвестиции и приумножить их. В этой нише можно найти постоянный пассивный доход под крутые проценты, если, конечно, вы обучаетесь финансовой грамотности. Без знаний профессионального инвестора в эту сферу входить очень даже опасно. Опускаемся ниже и видим, Россия бьет все рекорды на первом месте из 49 стран мира. Опускаемся ниже и удивляемся. Везде сверхпопулярность. Особенно мне понравился вот этот пункт. «Инвестиции для начинающих». Нажимаем и для сравнения добавим еще одну тему – окупаемость инвестиций. Ну и как вам такой расклад? Уже из 170 стран мира Россия опять на первом месте по запросам «Окупаемость инвестиций». Считать умеем. На 5% куда вложиться? 95% не прогорим ли? А в Китае, посмотрите, начинающих инвесторов вообще нет. Там, видимо, рождаются сразу инвесторами. Поэтому их интересует только один вопрос – окупаемость своих вложений. То есть по этому инструменту вы можете отслеживать актуальность вашей темы, сравнивать с похожими темами, наблюдать по графику актуальности. Но несмотря на все эти инструменты, которые я вам показала, вам нужно как бы увидеть себя со стороны и разглядеть в себе любимом или в себе любимой то, что у вас лучше всего получается. А для этого я вам под роликом оставлю вот эту подсказку, которую я когда-то увидела у одного блогера. И эта подсказка мне очень помогла. Надеюсь, и вам она тоже поможет. Обязательно прочитайте ее и сделайте все, что там написано. Хотя мои родные и знакомые видели во мне и прекрасного дизайнера, и хорошего повара, но я решила, что для блогера это не мои темы. Одно дело – делать для души руками. Другое – давать возможность людям стать финансово независимым. Но даже если это вам не помогло выбрать название вашего сайта, то в этом же плейлисте «Сайт с нуля» вы найдете ролик «Популярные темы для блога». Если вам хоть что-то понравится из того списка, что я продиктовала в том ролике, то вы будете на коне. Хотя большинство, кто хочет сделать себе сайт, уже в принципе знает, о чем он будет в нем писать. Главное – найти то слово или те слова, которые ежеминутно во всем мире, во всех поисковиках будут искать только ваши слова, вашу изюминку в вашей горячей булочке на просторах интернета. На этом у меня все. Ставим лайк и жмем на колокольчик, чтобы подписаться. Всем удачи! С вами была Валентина Синема-2.